Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Ну, коль мы уже нарисовали с вами всю базу, сегодня мы будем рисовать всякое интересное. Я подобрала корсетные бра из кожи и хочу нарисовать два варианта, когда у нас будет матовая кожа и будет глянцевая кожа. Соответственно, это все будет прорабатываться за счет теней и за счет бликов. Давайте попробуем это вместе сделать. Поехали! Сейчас мы начнем рисовать с основы с бра. Я предварительно немножечко подкорректирую мой шаблон. Данный шаблон можно скачать у нас на сайте бесплатно. Пожалуйста, можете вниз под это видео перейти, там есть ссылочка, как его скачать. Я оставлю только манекенчик для того, чтобы более крупно можно было рисовать, более удобно мне было. Поэтому можете тоже использовать вариант. Это очень удобно. Сейчас я его сделаю покрупнее, потому что речь будет идти только о бра. Соответственно, ручки-ножки нам сейчас не очень принципиальны. Итак, блокирую слой, на котором у меня данный шаблон. Создаю новый. Выбираю инструмент перо. В обводку смотрю внимательно, чтобы у меня была толщина единичка, чтобы у меня не было выбрана пунктирная линия. И, конечно же, выбираю цвет контура черный. Все, я готова к рисунку. Приближаю. Рисовать я именно буду в зоне груди, потому что это бра. И мне нужна именно эта часть. Итак, начнем мы рисовать с вами с половинки. Больше нам и не нужно. Я сначала отрисую одну черно-белую половинку. И после этого раскрашу ее двумя разными способами для того, чтобы сделать разные эффекты. Как я уже сказала, это будет кожа глянцевая и кожа матовая. Это все будет зависеть именно от расположения теней, от этого глянца. Мне самое очень интересное это попробовать. Я уже нарисовала для себя черновички. И теперь мы будем их переносить в этот плюстратор и будем смотреть, как это все будет смотреться. Тоже очень интересный эксперимент. Как я и обещала, мне сначала начали писать, давайте рисовать перья и так далее. Я сказала, что мы нарисуем базу, после этого будем экспериментировать. Вот у нас уже с вами какой эскиз, 59-й. И мы готовы к экспериментам делать всякую разную интересную штуку. Потому что как рисовать базу, вы уже знаете. Если нет, если вы первый раз попали на мой канал, пожалуйста, в данном плейлисте 100 эскизов ФВД вы найдете много-много разных уроков. Начиная с первого, самого простого, с прямой юбки. Просто посмотрите его. И там уже много. Там и юбки, там и брюки, там и пальто, и тренчи, и все остальное. Обращайте туда внимание. Здесь мы уже смотрим какие-то более интересные аспекты, более сложные, потому что базу мы уже разобрали. Так что, если вдруг что-то непонятно, обращайтесь туда. Если хотите что-то более детально изучить, у меня есть подробный курс, чем он отличается. На ютюбе вы можете посмотреть, я показываю применение каких-то определенных навыков и техник. При этом не рассказываю детально. А вот это перо, вот оно умеет это, это и это. Нет, это я не рассказываю. Я предполагаю, что вы либо это уже знаете, либо вы зашли посмотреть, как это можно сделать. А если вам нужно прям от и до разобраться, это действительно есть такая профессия. Она называется дизайнер одежды. Есть профессия, называется отрисовщик. Это человек, который занимается непосредственно отрисовкой эскизов. Как правило, данная должность есть в крупных фирмах. И, соответственно, люди именно этим целыми теми занимаются. Так что, вы тоже можете стать этим человеком. Приходите, научу, расскажу. А если вы просто пришли посмотреть, то welcome. Не забудьте подписаться на канал. Я каждый вторник показываю новые эскизы. Я уверена, что вам будет интересно на это посмотреть. А пока мы продолжаем с вами рисовать наш с вами бра. А я сделала для косточки место. Потому что оно такое сложно. Кстати, если вы заметили, я практически никогда не показываю, как рисовать спинку. Оставляю ее для вас. Ну и плюс ролики были бы слишком длинные, если бы я еще и со спинкой все рисовала. Так что, у вас остается хорошее пространство для деятельности и применения себя. Конечно же, для того, чтобы действительно эскизы были, которые пойдут на производство, вам обязательно нужно будет нарисовать ведь спереди, ведь сзади, а часто еще и ведь сбоку. Если, например, у вас сложные капюшоны, какие-то интересные рукава и так далее, это все рисуется через полное отображение разных ракурсов, которые требуются. Иногда даже рисуется несколько ракурсов. Например, у пиджаков часто рисуются, а что же у нас внутри. То есть рисуем подкладку. Рисуется пиджак, как будто бы он открыт, и показывается, что у него внутри. Так что, там много всего интересного. Так, здесь мы нарисовали, здесь мы нарисовали. Теперь я хочу сделать бачок. Бачок. И отрезать его. Это важно. Чтобы он у меня оказался отдельной деталькой. Так. Оказался, да? Отлично. Эй, не разгруппировался. Вот. Эта деталька у меня цельная. Она будет лежать сверху, и она будет все перекрывать. Так, смотрите. Если я сейчас залью все это белым, вы увидите, что я тут наваяла. Вот такой обрам. Мне не очень нравится вот эта линия, я хотела бы ее немножечко подправить. Так лучше. Так, и теперь нарисуем еще вот здесь у меня будет косточка. Вот так. Здесь у меня будет отстрочка. Вот сейчас мы еще отстрочки нарисуем, и уже будем раскладывать в половинке. Непунктирная линия 2х2, и 0,5. Так. Отстрочка будет вот здесь. Я там еще забыла одну линию интересную нарисовать, которая крайне важная. Сейчас мы ее с вами вставим. А именно, а именно, я забыла нарисовать, что вот тут у нас тоже есть линия. И его сейчас немножечко изогнем. И сделаем непунктирной и толстенькой. Вот так. На чашечке у нас есть еще одно членение, которое нам важно пока знать. Вообще, корсетка это здорово, это всегда зрелищно, это всегда красиво, но всегда очень затратно по времени. Поэтому будьте готовы, если вы взялись за корсетку, вам придется долго рисовать. Так, ножнички. Сейчас мы отрежем вот этот кусочек, и вот этот кусочек. Они нам не нужны. А все остальное сделаем пунктиром, вернем на место. Ну, в общем, магия. Таким образом, очень удобно рисовать от строчки. Я взяла то, что уже есть, и... Немножко поколдовала. Давайте разместим это сюда, а это сюда. Нам осталось только немножко их поправить по форме. И они встанут у нас на свои места. Так, одна. И вторая. Здесь сейчас можно будет приблизить и поправить там, если что-то куда-то не вошло. Давайте еще приблизим. Оп. И внимательно смотрим, чтобы вот этот уголочек попал правильно. Так. Отлично. Отлично. Здесь тоже, чтобы все смотрелось. Замечательно. Сверху у меня отстрочка не нужна, здесь не нужна. По низу у меня отстрочка есть. Вот здесь еще будет 12 строчка. Сейчас мы ее сделаем. Соответственно, будет вот здесь. Ну, прямую линию легко рисовать при помощи отрезка линии инструмента. Вот она тут вот находится. Называется он отрезок линии. Он рисует прямые линии. Вот. Половиночку мы нарисовали. Теперь мы все это дело берем. При помощи инструмента зеркальное отражение от центра отражаем. Получилось. Так. Что я теперь хочу? Я теперь хочу, чтобы вот эти штучки, вот это и вот это, стали единым целым. Да, без шва. Смотрите, пропало. Вот это многих, кстати, вызывает вопросы. Вот пропало куда? Да никуда она не пропала. Вон оно там все на местах. Просто вот эта часть вышла вперед и заслоняет с собой. Поэтому мы ее берем, выводим назад. Вот оно все у нас с вами вернулось. Все на своих местах. Никуда ничего не ушло. Вот такая штука. Что там сзади я рисовать сейчас не буду. Там можно сделать и красивую шнуровку, и молнию. Ну, в общем-то, все, что вы хотите, вплоть до того, что там может быть просто эластичная трикотажная лента, которая будет достаточно комфортно его держать. Ну, главное, чтобы чашечки не спадали. Так. И теперь, теперь я беру вот эту красоту, сгруппировываю. И буду рисовать два варианта теней. Одни тени у меня будут для глянцевой кожи, а вторые для матовой. Единственное, что я сделаю сразу, у меня будет отстрочка серого цвета. Почему? Потому что я хочу, чтобы он был черный. А для того, чтобы он был черный, конечно же, нужно, чтобы отстрочку было на нем видно. Черное на черном видно плохо. Поэтому все отстрочки сделала серым. Так. Полокирую слой. Делаю новую. Сейчас будем рисовать мягкие тени. Которые, соответственно, у нас будут на матовой коже. Рисуем по чашечке. Это именно мы сейчас рисуем с вами тени. Здесь они тоже будут. Здесь они будут вот так идти. И вот так. В чем особенность? Когда мы рисуем мягкую кожу, ну, по крайней мере, то, что я вот себе сделала и напредставляла, то матовая кожа, она будет более мягкая по формам, по линиям. Более плавная, округлая. С небольшим совершенно таким размытием. Ну, вот она такая мягенькая, округлая. А когда мы будем говорить с вами о глянце, то там будут более такие жесткие рваные линии. Правильно, как их описать. И они будут более контрастные. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что у меня получится. И уже от этого будем судить. Делаю эксперимент вместе с вами. Собственно, если вдруг ошибусь, не буду это затирать. Я вообще стараюсь показывать, если я в чем-то ошибаюсь, или что-то делаю не так, чтобы вы понимали, что, ну, вообще никто не идеален. Все немножко ошибаются. Естественно, я там могу отмонтировать, и вы никогда этого не узнаете. Мне интереснее показать, какие бывают иногда грехи и ошибки, чтобы вы тоже их не совершали. Так, и вот здесь немножечко тоже я сейчас дам тень. Все-таки это же у нас грудь, да? Грудь – это форма полусферы. Ну, если по геометрии смотреть. Соответственно, под полусферой у нас тоже будет тенюшечка. Хорошо. Вот, это мы с вами расположили, соответственно, тенюшки. И теперь мы расположим с вами блики. Для того, чтобы у нас их было хорошо видно, я войду в наш с вами объект и раскрашу его, наверное, так будет правильно сказать, залью черным цветом. Хотя, можно сделать маленькую хитрость и залить его не черным цветом, а темно-темно-серым. Давайте так попробуем сделать, и потом оценим, насколько это сработает. Будет он смотреться черным. Так, темно-темно-серый. Вот оно. Видите, насколько хорошо стало видно. Вот теперь смотрите, вот они мои тени. Они же у меня черные, правильно? Могу этот сейчас убрать. Вот они мои тени. Сгруппирую все вместе. Ctrl-C, Delete. И Ctrl-F. Ф. Поместились наверх. Сейчас мы непрозрачностью откорректируем немножко. Ага, вот оно. Это максимально черное. То есть на темно-сером черная тень. Вот уже чернее не сделаю, потому что она абсолютно черная. А нет, не черная. Почему ты не черная? Не поняла. Я хочу чернее сделать тебя. В каком месте я ошиблась? Моя ошибочка вылезла. Так, вот они, непрозрачности теней. Сейчас вот мы их еще углубим, то есть чтобы про вот черное-черное. Вот так. Вот, хорошо. Значит, можно еще углубить цвет серый, чтобы было чернее. Подборочка. Не заготовлено заранее, так что простите. Сгруппировать. Ctrl-C, Delete. Так, помещаем сюда. Ctrl-F, это расположение поверх. Можем сделать двойной клик, выбрать весь цвет волшебной палочкой, войти в него и сделать его чуть-чуть потемнее. Вот так. О! И вот теперь посмотрим на него тени. Да, вот черное на черном. Видите, какая красота? Черное на черном. И вот теперь к мягкому вот этому всему удовольствию. Чуть-чуть помягче. О! Да, хорошо. Вот к мягкому всему этому удовольствию мы добавим мягкие блики, соответственно. Блики буду рисовать такие полуокруглые, хотя не четкой формы не нужны круги. Не рисуйте, пожалуйста, круги. Это сразу видно. Лучше, чтобы они были мягкой, такой неправильной формы. Сейчас я сразу вам их выделю беленьким, чтобы их было видно. Вот, смотрите, они беленькие. Они не будут такие жесткие, не переживайте. Ничего в этом страшного нет. Мы просто проставим блики, которые будут показывать, как это сделано. Вот так здесь и здесь. И вот здесь у меня тоже немножечко будет блик. Он, кстати, даже может и туда заходить. Вот здесь будет легкий блик. Честно, я рисую по подсказке. У меня есть рисунок от руки, на котором я приблизительно пометила, что бы я хотела видеть. И по нему приблизительно иду, все равно корректирую по мере отрисовки в адапталюстраторе, потому что иллюстратор и от руки это немножко разные вещи. Вот такие блики. Сейчас мы их все вместе выберем. Я люблю их группировать, чтобы было удобно ими управлять. Сгруппировать. Теперь эффект. Размытие. Размытие по гауссу. Нам нужно мягкое размытие. Мягкие кружочки, чтобы у нас получились. Говорим «Окей». И понимаем, что, конечно же, так, для нас это очень жестко. Теперь делаем им непрозрачность. Сниму выделение. И каждому... Давай на клик. Каждому сейчас добавлю свою мягкость непрозрачности, потому что блики не обязательно должны быть одинаковые. Они должны быть по-разному немножко. Возможно их сделать даже не белыми, а серыми. Они будут смотреться мягче. Вот такая история у нас получается с вами. То есть, например, вот этот блик, конкретно этот блик, он может быть поярче. Другие могут быть потемнее. Так, сейчас вот эти блики мы сделаем потемнее. Как я делаю потемнее? Соответственно, непрозрачность настраиваю. Вот они у меня начинают так вот тоново расходиться. Вот такая история, как мягкая кожа. На мой взгляд, очень даже неплохо. Я бы сейчас в целом еще немножко непрозрачности привернула. Да, да, вот оно такое вот мягкое. Это у нас с вами матовая кожа. Вот так оно будет смотреться. Теперь давайте все это сгруппируем. Вместе с основой. Вот мы все это сгруппировали. Оно теперь там внутри. Теперь, если у нас с вами такое же бра, но сделано из глянцевой кожи или из глянцевой клеенки, то есть мы не будем перерисовывать новый эскиз, мы будем на имеющемся эскизе придумывать, как это сделать. Ну, начнем с того, что мы его тоже покрасим вот в этот красивый цвет. Мне, кстати, очень понравилось. Сейчас я его вытащу, этот цвет оттуда. Вот этот основной. Хорошая основа цвета получилась. Прямо вот то, что надо. Мы его вытащили. Так, двойной клик. Провалились в режим изоляции. Режим изоляции это очень удобно. Я когда-то начинала работать, о нем не знала. И вот, честно, когда я вот его уже раскопала, это прям вот кайф. Так что рекомендую им начать пользоваться. Вы когда что-то группируете, вам не нужно потом разгруппировать и как-то неудобно что-то выковыривать. Вы внутрь группы провалились, внутри группы там все отредактировали и вышли. Просто освоиться с этим принципом, и вы поймете, насколько это просто мега удобно. Вот, сделали. Теперь я опять это все чуть-чуть блокирую. Почему я занимаюсь этой блокировкой? Потому что я сейчас не хочу цеплять то, что у меня есть. И обратите внимание, я буду рисовать тени, но тени будут достаточно жесткие. Сразу хочу их рисовать черным, и они мне должны создавать такую вот... Насколько по-другому должно быть восприятие вот этой вот формы теней. Да, вот они как будто бы вот так немножко замялись. Такая вот... Вот по-другому они должны быть. Эксперимент. Сейчас мы оценим. Я надеюсь, что вы мне поможете в комментариях. Ну, как бы, насколько то, что я задумала, получилось, оправдалось. Сейчас мы все это будем с вами вместе оценивать. Пока рисую. Я сама не знаю, что получится. У вас есть возможность промотать и посмотреть, чем дело кончилось. А я пока еще в процессе и не знаю. А вот... Тоже не отрицая законы, да, то, что здесь у нас полусфера. Так. И, конечно же, с этой стороны тоже мы... Так. Почему это произошло? Потому что у меня вот эта точка не совпала, и объект не замкнулся. Так. Сейчас выглядит жесткими вот этими тенями, потому что я не убрала цвет контура. Как только сейчас я его уберу, сразу все станет совершенно нормально. Я даже думаю, что я не буду его сильно... Прозрачность добавлять. Чуть-чуть можно совсем сделать. Чтобы была прозрачность контуров. То есть, видите, контуры получаются непрозрачные. И вот здесь возникает такой очень интересный вопрос. Мы можем с вами потом от строчки наложить поверх. Я покажу, как. Давайте пока рисуем. И теперь мне нужны блики. Блики я буду делать серым. Не хочу их делать белым. Тоже они будут такими достаточно жесткими. Но вот в бликах непрозрачности мы, конечно же, добавим. Потому что они так очень жесткие. И, может быть, даже сейчас дадим им легкое размытие по контуру. Тогда блик будет смотреться более естественно. Все-таки прям совсем жесткий такой блик вряд ли у нас будет. Но вот такой вот. Сейчас мы это все сделаем. Изгруппируем. И сверху разместим от строчки, чтобы оно все смотрелось более гармонично. Потому что отсутствие непрозрачности у, соответственно, теней. Потому что до этого, когда мы делаем непрозрачности, мы все равно через них видим контуры. А когда мы сейчас это все положили, контуров нет. Ну, в общем-то, вот вам разные техники. И практически я вас пустила в свой мыслительный процесс. Потому что у меня, ну, хоть и есть небольшой черной эскизик, я все равно экспериментирую сейчас вот прям в процессе. Это не заготовленная какая-то суперштука. Я люблю рисовать по-живому и придумывать. Какие-то вещи у меня уже изначально. Ну, то есть все инструменты я ими владею. А вот уже как максимально добиться того эффекта, который я задумала, я показываю посредственно в прямом эфире. Ну, не в прямом эфире, а во время записи видео. То есть ничего такого сверху нет. Так, вот это мы сейчас сгруппируем. Это должно сгруппироваться. Вот у меня получились блики. Сейчас я их тоже выберу. Shift зажимаю и последовательно выбираю все объекты. Видите, совсем другие формы теней, совсем другие формы бликов. Все равно блики немножко сейчас размоем. Эффект размытия по гауссу. Это очень сильно, а вот так вот уже очень даже ничего. И плюс немножечко непрозрачности. Прям вот чуточку. Да. То, что я хотела. Теперь мы можем с вами разгруппировать. Сгруппировать. И что я хотела. Вот там у нас есть с вами вот эта волшебная группа, где у нас основа нарисована. Мы ее копируем. Ctrl-B. Монтаж на передний план. И покажем то, что она без цвета заливки. И вот теперь у нас с вами наложилось поверх. Смотрим. Так. Немножечко надо здесь сделать финт ушами. войти вот в эту группу, которая у нас цвет основы. И сделать ее нам чуть-чуть. Вот чуть-чуть этот цвет посветлее. Вот так. Сейчас посмотрим, какой эффект даст. Да. Можно даже, наверное, еще чуть светлее. А вот этот цвет, вот этих штук великолепных. Сейчас мы немножко местами сделаем его еще менее прозрачным. Более прозрачным наоборот. То есть какие-то все-таки будут достаточно яркие блики. Какие-то будут более нежные. Для того, чтобы все-таки еще и блики были у нас разные. Это тоже очень интересный такой момент. Какой-то блик прям вот яренький. Они немножко мельтешат. Вот, по крайней мере, то, что вижу я. То, что мне не очень нравится. Они создают такое жесткое мельтешение. Это не очень здорово. Немножко отвлекает. Вот. Ну, вот так уже как-то да. Как-то поинтереснее. Видите, провалилась теперь в тени. Могу тени откорректировать. Вот это группы с тенями, которые у меня есть. Я их могу тут немножко подкорректировать, как они есть. Могу даже что-то дорисовать, если я чувствую, что оно необходимо. Пожалуйста, все это тут в доступе. В общем, очень удобно. В общем, пользуйтесь этим приемом. Надо только освоиться. Вот эта группировка-разгруппировка. Вот. Ну да, я считаю, что вполне достойна. И вот смотрите разницу, которую я и хотела показать. Это более такая живая, более блестящая. А эта все-таки у нас такая более матовая. Мне больше матовая нравится. А какое ваше впечатление, я бы с удовольствием услышала. Попробуйте оба эксперимента. Оба интересные. На мой взгляд, достойные внимания. Вот мне не очень нравятся тени. Никак я не успокоюсь. Хочу еще немножко тени доработать. Мне не хватает такой немножко цельности в тенях. Смотрела на фотографию именно вот очень блестящего такого лифа. Но понимаю, что в рисунке мне это не очень нравится. И хочется все-таки такую формообразование отдать. Да, чтобы тени все-таки формировала. Можно слить, если хотите, все это. Но оно у нас в одной группе. Так, вот. И, наверное, сейчас еще поправлю линию блика. Вот этого. Хочется его сделать таким прям чирк. Чирк. Здесь так вот чирк. Чирк. Ну, это мои уже пошли какие-то там завороты. Когда хочется, чтобы здесь так было, здесь так. Это ни в коем случае не обязательно к исполнению. Просто вот я посмотрела на эскиз. Поняла, что мне немножко не нравится. Я хочу немножко его исправить. Дальше. Сами можете это все поправлять. Да, ну вот. Вот так, да. Так больше формообразующая. Больше оно это. Но все равно здесь больше глянцевая. Здесь больше матовая. Вот у нас с вами получилось одно мра. При помощи работы с тенями. Работа с оливкой. Притом цвет-то один и тот же. Ну, как бы мы предполагаем, что оно и тут, и тут черное. Но просто при разной форме теней и разной форме бликов получаются совершенно разные эффекты. Жду ваших комментариев. Мне будет очень интересно это услышать. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал, потому что я постоянно публикую новые видео. Каждый вторник у нас новые эскизы. И вы, конечно же, сможете наверняка что-нибудь новое подсмотреть. Чему-нибудь новому научиться. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.